На эту картину. Что вы чувствуете? Безразличие, не так ли? Она вас не трогает. Будем честны, она неинтереснее самых заурядных обоев. Взгляните на эти мазки. Они такие грубые, неуклюжие. Будто это нарисовал ребёнок, да? Кто-нибудь здесь знаком с работами Нильса Ингена? Ничего страшного, он малоизвестен в Америке. Позвольте рассказать вам о Нильсе. Нильсу было 16, и он был юным дарованием, когда нацисты захватили Норвегию. Нильс и его сестра-близнец присоединились к сопротивлению, но их предали. Нильс сохранил жизнь себе и сестре, рисуя портреты офицеров в лагере. И после войны он этого сильно стыдился. Мазки такие грубые. Все послевоенные работы Нильса были написаны либо мастихином, либо только пальцами. Эту конкретную картину Нильс назвал Нора в честь своей сестры. Она умерла в 1955 году от чахотки, которую подхватила в Бухенвальде. И в этом сером, и в этом сером размытом силуэте птицы некоторые видят воплощение души Норы, которая выскользает из земных оков, освобождаясь от пережитых ужасов. Он продолжал работать, несмотря на нарастающую слабость. И, как говорят, этот силуэт птицы был последним штрихом. И я полагаю, теперь эта картина видится вам как предсмертная записка. Крик души, завещание и последнее признание. Она выглядит иначе. Не так ли? Да. В ней появилась трогательность, которую вы раньше не замечали, и она стала более сложной, чем могла показаться. И все попросту из-за того, что я, как критик и эксперт, рассказал вам. Полагаю, можно сказать, что я сформировал ваше восприятие этой картины. Позвольте... Позвольте сказать еще кое-что. Все, что я вам рассказал о Нильсе и Норе, я нарисовал эту картину. И она ужасна, не правда ли? Я потратил на нее полчаса, и это просто мазки. Никакой вдумчивости и вдохновения. Итак, кто-нибудь хочет копию? Нет. Нет. Нет, я так и думал. Я в одиночку заставил вас поверить, что это шедевр. И признайтесь, вы поверили. Да. И в этом, друзья мои, сила критики. И вам следует быть осторожнее с такими, как я. С ИНОН. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...